Продолжение следует... Ну, я, наверное, тема доклада будет немножко другая, да, я поделюсь практическим опытом о том, как на базе нашей спортивной школы создавалось отделение греко-римской борьбы «Спорт глухих», которое впоследствии стало одной из самых успешных отделений в России и, соответственно, в мире. То, о чем сказал Сергей Германович, да, ну, вы все понимаете, сурдолимпийское движение, это, в принципе, тоже маленький ручеек олимпийского движения. Сурдолимпийские игры проводятся на следующий год после Олимпийских игр, и в них принимают участие наиболее успешные спортсмены из числа глухих спортсменов. Что, ну, не хочется, да, затрагивать вот эти аспекты о коммерциализации, не хочется затрагивать негативные вещи, да, то, что сегодня, сегодня Олимпийские игры, это не те Олимпийские игры, которые были в 68-м, в 72-м, в 76-м и даже в 80-м году. Сегодня это обидно, неприятно, но это сегодня не те соревнования, которые, как декларировал, да, Пьер Декубертон, быстрее, выше, сильнее и главное участие, да, не победа, а главное участие. Сегодня мы все понимаем, что главное – это победа. Победа любой ценой. Добиться ее, этой победы, можно только при максимальной концентрации нравственных, физических, духовных, всех качеств, да, психических, психологических, любых качествах. То есть, каким образом этого добиться? Что такое, что такое новое, да, это, как правило, давно забытое старое. В советские времена, опытом которого, ну, во всяком случае, в нашей школе мы пользуемся до сих пор, я также выпускник, ну, тогда ШИСП номер 9 был, да, сегодня училище Олимпийского резерва. Я помню, как мы тренировались, как мы добивались успехов. Я не, ну, скажем, не успешный спортсмен, как мои коллеги, но достойный спортсмен, скажем так, да, и нашего общества, и нашей страны, Советского Союза. Поэтому к моменту открытия дворца борьбы Ивана Ирыгина была очень интересная поставлена задача, да, ну, во-первых, два вида спорта, которые в спортивной борьбе на сегодняшний день плотно, я не считал женскую борьбу тогда, она мало развивалась, да, были представлены, они должны быть развиты очень серьезно. И третий вид, это греко-римская борьба, спорт глухих. Почему именно он, а не вольная борьба? Потому что был уже опыт, были люди, которые путем, наверное, энтузиазма своего, да, это, ну, в первую очередь, я много фамилий называть не буду, но это Горинов Владимир Васильевич. Он, тот, кто это создал, тот, кто это поддерживал, тот, кому я пришел в свое время и сказал, Горинов Владимир Васильевич, давайте создадим отделение греко-римской борьбы спорт глухих. А какие же цели и задачи-то у нас будут, да, я говорю, ну, как спортсмены мы понимаем, что самая главная цель задачи это победа на Сурдолимпийских играх, а второе это адаптация глухих спортсменов. Потому что все мы знаем, да, что глухой человек, он адаптирован в социуме не очень хорошо, скажем так. Поэтому одной из главных задач, которая сегодня, ну, в общем-то, практически стерлась, да, это была адаптация этих спортсменов, в первую очередь, в нашем социуме, а во вторую очередь, в социуме нашей страны, ну, нашего региона и нашей страны, соответственно, потом и в мировом социуме. Ну, для решения этой задачи была разработана, ну, концепция, скажем так, план, да, действия определенный. Вот, в Москве мы все школы-интернаты охватили, проведена была огромная организационная работа, встречи с директорами, даже и с префектами, да, с главными управами, я уже не говорю, там, где располагались школы-интернаты, но еще и с префектами. Ну, соответственно, имея поддержку на уровне префектуры, это и в Юго-Восточном округе, благодаря Владимиру Зотову, и в Восточном округе, мы очень быстро положили в шести спортивных интернатах шесть ковров, это 2006 год, и мы открываем отделение. Вторая задача, это, ну, она немножко раньше реализовывалась, да, это был подбор персонала тренерского тех людей, которые могут контактировать тех людей, которые из бывшего нашего Советского Союза или настоящего, да, те, которые могут с ними на одном языке разговаривать и разговаривать с нами. Эта задача тоже была быстро решена, мы подобрали тренерский состав, ввели его в состав спортивной школы, начали работать, и тут столкнулись с такой проблемой, что дети, ну, у нас все этапы подготовки были тогда задействованы, потому что у Владимира Васильевича были этап высшего спортивного мастерства, и мы начали набирать началку. Дети глухие стеснялись тренироваться с детьми говорящими, и директор принимает решение, волевое, да, объединяет эти группы, объединяет эти группы, и 3-4 месяца они адаптировались, они уже бегали, обнимались, целовались, то есть, и мы видели, что дети, скажу вам честно, они были немножко, даже слово подобрать, такие забитые, зашуганные, да, то есть глухие дети, а потом, по прошествии времени, они, заходя во дворец, заходя во дворец, они расправляли плечи, они уже бегали, они уже баловались, они в обнимку бегали с говорящими ребятами, то есть, вот этот социальный эксперимент, скажем так, да, принес первые плоды, но основной и главной задачей было в 2009 году завоевать олимпийские медали. У Владимира Васильевича были 17-18 летние ребята, которые, в принципе, уже к этой ситуации могли подойти. В 2005 году, в дворце борьбы Ивана Юргина, наш директор Владимир Николаевич Остроумов, с привлечением людей, которые болеют борьбой, сам он достаточно успешный человек в этой жизни, и при помощи, конечно же, административного ресурса, создал условия, это питание, проживание, то, что было в Советском Союзе у нас, да, это питание, проживание и получение образования, базового образования, это дополнительные школы. То есть, у нас были написаны программы, дети начали обучаться, и в этот момент у нас появляется отделение греко-римской борьбы спорт глухих, и мы их объединяем с говорящими. Совершенно противоположная ситуация. Сначала говорящие не воспринимали глухих никоим образом, потому что уровень подготовленности спортсменов глухих намного ниже, вы все понимаете, вы все спортсмены, да, у них с психологией, с психикой не очень хорошо, они сильны физически, но эта физическая сила пропадает тогда, когда мозг теряет контроль, и все, он испугался, и, ну и все, и проблема. По прошествии времени, по прошествии времени, вы же понимаете, что слабый спортсмен всегда растет насильным, мы это все тоже знают, спортсмены глухие настолько стали быстро прогрессировать, что уже многие из них стали выступать на первенстве Москвы, но я беру уровень юниорский, и на чемпионатах Москвы, и конкурировать, это два-два с половиной года, и конкурировать с говорящими спортсменами. Вот Эдик Широзданов, двукратный сурдолимпийский чемпион, в Рязани турнир, он постоянно в тройке, это мастерские турниры сильные, которые у нас проходят, там более турниры Артюхиных, постоянно в тройке, чемпионат Москвы, постоянно в тройке, один раз даже мог и выиграть чемпионат Москвы, это для глухого спортсмена, это очень серьезный показатель. На чемпионате страны он, конечно, среди говорящих неудачно выступал, но все равно это очень интересные вещи. Но самое интересное, что происходило, на протяжении всего этого времени, я отслеживал все это, соревнования глухих проводились отдельно, соревнования говорящих отдельно, ну иногда глухие боролись вместе с говорящими, но какое бы соревнование ни было, они все вместе жили, они ели, они тренировались, они от дворца, в свое время тогда жили в студгородке Лефортово, шли все вместе, но у нас не совсем благополучный район там в Лефортово, скажу вам откровенно, поэтому то единение, тот дух, который в них вселился, то есть вы не представляете, вот какой драйв, когда ты видишь, когда говорящий кричит с трибуны, а тот его не слышит, тот его не слышит, он только может увидеть его потом, кричит и переживает за него, это вот как вы приходите на стадион, да, на футбол, и вас немножко трясет, да, то есть, а это вот во дворце там, ну там что там, 500 человек, и вот ребята болеют друг за друга, но когда приходили глухие ребята, у нас было шесть финалов на первенстве страны среди кадетов, и когда ребята приходили, они же все вместе живут, они же все вместе дружат, общаются, даже некоторые учились вместе, и когда вот эта атмосфера, когда они кричат, когда они переживают, вы не представляете, это вот тот момент, который, вот Сергей Юрьевич сказал о том, что да, сегодня плохо с олимпийским движением, плохо из-за одного, из-за другого, а вот из-за этих моментов стоит жить, вот из-за этих моментов стоит жить, из-за этих моментов стоит развивать эти движения, да, Из-за этих моментов стоит, да всем нам, наверное, надо жить. Поэтому давайте, к сожалению, основная цель и задача у нас на сегодняшний день подготовить членов сборной команды России, Москвы. Но всю жизнь, всю жизнь в советские времена готовили в первую очередь людей. У нас еще есть тренеры старого поколения, то есть советского поколения. Я уже тоже, в общем-то, не молод. Поэтому я пытаюсь все время им донести, научите молодых ребят, что они не машин для зарабатывания ваших денег, потому что, переходя с этапа на этап, он стоит больше и больше. Это люди, которые завтра будут в нашем обществе. Это люди, которые завтра не побегут куда-то, сломя голову, которые будут умными, взвешенными, которые будут любить своего ближнего, которые не обидят слабого, женщину. То есть, вот это нам надо вернуть из советских времен. И заканчивая выступление, вот это был опыт 9, 13 и 17 года. Но этот опыт закончился, к сожалению, закончился по многим причинам. В том числе из-за того, что у нас все коммерциализируется. Поэтому давайте вот такими вещами приукрашивать нашу жизнь. Все здорово. Олимпийское движение – это здорово. Но у нас в стране, помимо Олимпийского движения, есть много моментов всяких. На последней защите мне очень понравился, по-моему, Виталий его зовут, который защищал свой диплом, но который работает с детьми обездоленными, с сиротами. Вот побольше бы таких людей, побольше бы таких людей. Ну и как, конечно же, и Владимир Васильевич Горинов, который всю жизнь занимается этими глухими детьми, этими проблемными детьми. Потому что они на самом деле многие очень проблемные. Вот, ну а на хорошей ноте давайте добиваться результатов в любых отраслях наших всех. Сейчас принято говорить про коронавирус. Да нет, ну, конечно, зачем про это говорить? Давайте, хочется вернуться, я вам честно скажу, хочется вернуться в наш Советский Союз, потому что мне было все понятно там. Мне было все понятно. Я знал, что мне надо делать, я знал, что мне надо делать. А сегодня я не знаю, что мне надо делать, к сожалению. Поэтому, может быть, вернем как-то маленькими социумами, да, все это вернем обратно. Вот, ну а наш практический опыт, практический опыт, это быстрое достижение результатов. То есть, я думаю, все о нем знают. То есть, сегодня, тренируясь сильным, заговорящим спортсменом, глухой спортсмен очень быстро достигает при создании определенных условий. И при мотивации его, да, показанных результатов. Это в нашей отрасли. Поэтому надо делать эти симбиозы, надо их адаптировать. Вот, Дэвид Лавинович, ну, я думаю, в принципе, и здесь тоже можно открыть отделение. У вас все здесь для этого создано. Все. И у вас будет самое сильное в стране и самое сильное, я думаю, в мире школа. Все. Огромное вам спасибо. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Спасибо.